Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить тему новогодней торговли. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудовой путь начинал продавцом-стажером в Шарковщинском райпо Витебской области. Во время учебы в ПТЭО возглавлял первичную организацию БРСМ этого вуза. Около двух лет работал в областном комитете БРСМ. В 2009 году пришел на работу специалистом в управлении делами Гомельского облсполкома. В 2015 назначен помощником председателя Гомельского облсполкома. На нынешней должности работает с сентября 2016 года. На вопросы, которые касаются работы в отрасли торговли и услуг, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Александр Иосифович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начинаются, наверное, самые благодатные дни для торговли, рождественские и новогодние праздники. А сотрудники магазинов, кафе, ресторанов уже успели подготовить свои заведения и создать праздничную атмосферу? Конечно. На сегодняшний день практически все торговые объекты и объекты общественного питания у нас готовы. Праздничное украшение, иллюминация, все, что необходимо для того, чтобы создать в объектах праздничное настроение, уже практически подготовлено. В Гомеле все объекты участвуют в конкурсе, насколько я знаю, на лучшее оформление и магазины в том числе. Как это должно быть сделано, чтобы вам понравилось? На самом деле, проведение конкурса именно в городе Гомеле, это будет определять, насколько удачно подготовлены объекты непосредственно городское управление. Но я думаю, что мы тоже обязательно примем в этом участие и отметим лучшие объекты, которые создали наиболее праздничное настроение. На сегодняшний день, просто даже вот так наблюдая, ну даже самому приятно, когда посещаешь торговые объекты, создается только праздничное настроение. Вот там, где будет лучше всего настроение, желание потратить деньги, мы и отметим. Будете по этому критерию ориентироваться. А вообще вы какой стиль в оформлении любите? Бывало такое, что вот вы что-то замечали, и вот интересная фишка, молодцы. Ну это же творческая работа, поэтому здесь я думаю, что на вкус и цвет, как всегда, разные могут быть предпочтения. Не отношусь к чему-то особому, должно быть со вкусом, стильно, интересно. Вообще, как вы думаете, качество новогоднего оформления как-то влияет на то, насколько легко покупатели в нем расстаются с деньгами? Ну это одна, наверное, из целей уж, если надо об этом говорить, ведь когда человек посещает торговый объект, должно быть хорошее настроение, должно быть желание к чему-то стремиться, и вот предпраздничное такое настроение, и вот именно вызвать желание готовиться к празднику, соответственно, приобретать то, что необходимо в качестве подарков, то, что необходимо к новогоднему столу, оно должно стимулировать именно вот потребительский спрос. Поэтому это основная цель. Продолжим эту приятную праздничную тему, но у нас есть более важный момент. Сейчас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите, не прерывайтесь, вы уже в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что послужило поводом увеличения цен на мясо на данный момент, думаю, это не последнее увеличение, перед Новым годом, да, думаю, после Нового года. Вот я слышу постоянные передачи новости, что у нас возрастает поступление мяса в Китай, во многие другие страны и ближнее наше зарубежье. Недавно было подорожание куры, теперь мясо. А вы можете какой-то конкретный пример привести? То есть, ну, от и до. Сколько стоило, сколько сейчас стоит? Вот как вы заметили это? Например, стоило, допустим, 3 месяца назад 5.40, последнее было 6.40, сейчас 7.20. Одно и то же мясо вы покупаете, да? Да, это самое дешевое, что я называю. А так обычно на рынке, оно от 8 и выше. Это маленькие магазинчики такие, именно от мясокомбинатов, у них более-менее дешевое, за 7 рублей. Там 7 с копейками и потом уже выше. Спасибо большое. Если у других, если на рынке и другие магазины просто продовольственные, то от них от 8 и до 11 и выше. Спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. Ну, политика ценообразования здесь на сегодняшний день, в первую очередь, определяется стоимостью производства, выращивания скота, который идет, используется на мясокомбинатах для переработки. И вы правильно отметили, что в разных торговых объектах это будет совершенно разная цена, поскольку кроме того, что у нас в зависимости от того, откуда поступает непосредственно мясное сырье, то есть это мясокомбинат, это частные какие-то небольшие убойные цехи, может быть еще какие-то субъекты, которые занимаются производством этого мяса. И уже сама розница, как она формирует эту торговую надбавку на полученную продукцию. Поэтому колебания есть, мы фиксируем, но они сегодня в области находятся в тех пределах, которые не позволяют нам превышать те прогнозные параметры по инфляции, которые на сегодняшний день установлены. Вопрос, я думаю, что многие телезрители видели, слышали, находится на контроле у нашего министерства. Поэтому колебания нужно искать. Продукция есть по различной цене. И небольшие колебания, они только вызваны тем, что, конечно же, стоимость выращивания и реализация, они формируют эту стоимость. Александр Иосифович, а то, как изменились цены в течение года, ведь управление анализирует? Вы можете поделиться этой информацией? Да, конечно. У нас проводится такой анализ. Анализ проводится по основным товарным группам. И на сегодняшний день по индексу потребительских цен, по продовольственной группе товаров. В нашей области самый низкий прирост цен. То есть на сегодняшний день мы, наверное, меньше всего в области должны ощущать ценовые колебания. То, что касается непродовольственной группы товаров, мы где-то занимаем шестую позицию. По продукции общественного питания, то есть это цены на обеды в столовых, на блюда в ресторанах, мы также на второй позиции находимся по приросту цен. То есть у нас все в пределах достаточно таких стабильных. А какие это пределы в процентах? Ну, если брать продовольственную группу товаров, то это вот, если мы берем октябрь месяц к декабрю месяц, 1,4%. 1,4%. Да. Есть еще один звонок у нас на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я Смирнова Татьяна. Я проживаю в микрорайоне Любинском. Можно, чтобы у нас перед праздниками, как и Старый Новый год, и накануне непосредственно на Новый год, были увеличены поставки продуктовой и, ну, как даже хозяйственных товаров по нашим магазинам, это в микрорайоне Любинском, потому что накануне праздника, а праздники будут сейчас идти большие, люди, как всегда, все раскупают, будут подготавливаться к праздникам, чтобы у нас не было никакого дефицита. А был у вас такой прецедент, был дефицит по прошлому году? Да. Перед Новым годом. Чего не хватало? Это было у нас неоднократно в прошлые годы. А в каких конкретно магазинах? То, что это за магазины? Это Дари Адзари и Евроопт магазины. Пожалуйста, чтобы у нас по нашим магазинам была увеличена поставка товаров. А что не могли найти? Какие товары? Как и мясной, так и молочный, и плод овощных культур. И знаете, как уже на Новый год люди берут шампанское, вино, морепродукты. Разное. Как вот сгущенное молоко. Люди много кто что готовит, подготавливается к выпечению. И вот эти кондитерские добавки, вот это все, это да, раскупается в магазинах. Поняли вас. Спасибо большое за звонок. Спасибо за вопрос. Мы, конечно, обратим внимание на то, чтобы именно вот эти субъекты, которые работают в вашем микрорайоне, они обратили внимание на вопрос насыщения и обеспеченности достаточным запасом товаров необходимых. Но я думаю, что та ситуация, которая была, вызвана, в первую очередь, поведением наших покупателей. Мы, конечно, отмечаем о том, что где-то со второй декады начинается у нас такой прирост спроса населения. Но большая часть, к сожалению, предпочитает по-прежнему в последние дни. Ну, это связано, конечно, и с тем, что ряд товаров это скоропортящийся, который не будет долго храниться. И вот возможно, что просто вот покупательский спрос возрастает. Объектов, наверное, может быть или недостаточно, или формат объектов не позволяет достаточно накопить объем запасов. И вот такие сбои могут получаться. Мы обратим внимание. Спасибо за обращение. А в целом, насколько вот в эти дни возрастает покупательский интерес? Как это отражается на показателях торговли? Вы анализируете, сколько вот в декабре вы делаете к годовому плану? Да, декабрь месяц, если, наверное, его просто соотносить к другим месяцам, он больше у нас по полученной выручке. И где-то порядка, это составляет в среднем плюс 20% к обычным месяцам. Поэтому предпраздничная торговля всегда радует и стимулирует торговлю. Но, к сожалению, мы потом получаем и январь месяц, и февраль месяц, которые значительно ниже по выручке. Да, а потом мы в январе все расплачиваемся за декабрьские радости. А в целом, как год складывается? В целом, год, конечно, складывается неплохо. Рост доходов населения, он оказал свой эффект. Мы это почувствовали с самого начала года. На сегодняшний день по розничному товаробороту 109,8% мы закончили 10 месяцев. Очень хороший темп идет по непродовольственной группе товаров. Это реализация, наверное, может быть того отложенного спроса. Но больше 120% идет у нас именно реализация непродовольственной группы товаров. Также у нас хорошо складывается на сегодняшний день оптовая торговля идет. Мы и по розничной, и по оптовой торговле пока такие достаточно хорошие позиции занимаем в целом в республике. Поэтому мы надеемся на то, что эта тенденция для нас только сохранится. Но сейчас главная задача за такой короткий период – сработать максимально эффективно. Выпадает он только раз в году, и поэтому к нему нужно хорошо подготовиться. Вот как раз об этом у нас есть сюжет. Давайте все вместе посмотрим. Ничто так не поднимает настроение, как посещение магазинов. В эти предпраздничные дни с таким утверждением тяжело не согласиться. В гомельских супермаркетах торговля искусственными елками, их украшениями и подарками началась еще 15 ноября. В отделе маркетинга называют цифру. На прилавках более тысячи наименований различных товаров. Причем наряду с теми же импортными шарами – шары белорусских производителей с национальным орнаментом. Учитывая, что такие изделия изготавливаются в ограниченном количестве, вполне вероятно, что через какое-то время у коллекционеров новогодних украшений они станут настоящими раритетами. Купляйте белорусское. Для гомельских магазинов это не просто красивые слова. Впрочем, в выборе покупателей никто не ограничивает. Тем более, что именно здесь рождается сказка, которую принесут в дом добрый Дед Мороз и Снегурочка. Мы смотрим вот гирлянды, а ребенок пока сладости попросил. Остальное еще не придумал. Новогоднюю елку хочу купить высокую. Ну и так присматриваю подарки для племянников, племянницы. Это сюрприз, какая Деда Мороза и Снегурочка будет. Изюминка этого магазина – витрины. На какое-то время из них убрали реализуемый товар, заменив его на оригинальную выставку елок и Дедов Морозов. Хотя, с другой стороны, никто и не скрывает. Это удачный маркетинговый ход, позволяющий привлечь покупателей. Позиционирующий себя, как большой магазин полезных вещей, в эти дни он значительно расширил свой ассортимент. Потеснив отдел сувениров, места в зале заняли елки, шары, гирлянды и игрушки, рассчитанные на покупателей с разным уровнем доходов. Впрочем, даже относительно дорогие вещи можно будет купить со значительными скидками. Новогодняя сказка может стать реальностью. Существуют у нас карты лояльности. По дисконтным картам покупатель может приобрести товар со скидкой. Также есть акционные предложения. Мы устраиваем много очень акций. И думаю, что в преддверии праздника будут огромные скидки на новогодний товар. В продовольственных магазинах своя специфика. Новогодний ассортимент здесь представлен не только традиционными для всех торговых точек шариками. Учли, кажется, все. Не забыв даже о шоколадном варианте свиньи. Символе наступающего года. В принципе, работники торговли очень благодарны белорусским кондитерским предприятиям. Это когда-то изготавливаемые ими те же детские подарки не отличались ни привлекательным видом, ни особо широким разнообразием. Сегодня все по-другому. И это выгодно всем – производителям, продавцам и покупателям. Новый год все-таки наш общий праздник. Мы решили перед Новым годом расширить ассортимент конфет, конфетных наборов. Очень много разных кондитерских изделий появилось в продаже к Новому году, чтобы порадовать наших ребятишек. Хочу сказать, что подарки, конечно, уже очень яркие, привлекательные. И пользуются у наших покупателей спросом. Вы смотрите «Диалог» начальника Головного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Александра Качан. Сегодня он у нас в гостях, и мы принимаем студию прямого эфира. Телефонный звонок от нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Мы готовы вас выслушать. Алло. Говорите, пожалуйста. Мы знаем, что вы на связи. Алло, Александр Иосифович. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Продаются ли в наших магазинах колбаса вареная «Сорта Экстра» и где ее можно купить? «Сорта Экстра». Спасибо. Ну, вообще у нас ассортимент продукции достаточно широкий. Давайте, наверное, после эфира контактный телефон, чтобы мы понимали просто, какие торговые объекты расположены ближе. И, соответственно, мы просто подскажем, куда стоит обратиться за данной продукцией. У наших редакторов вам передадим и ждите, пожалуйста, звонка вам расскажут, где искать такую колбасу. Что собой представляет вот для управления торговлей понятие подготовка к Новому году? Есть какой-то план действий или, как сейчас говорят, чек-лист, что обязательно нужно выполнить? Ну, конечно же, определенный план мероприятий у нас есть. В первую очередь, это то, что касается подготовки объектов. К тому же, это проходит зимний период, поэтому вопрос содержания объектов, чтобы это, конечно, была возможность безопасно посетить объект. Это было убрано. Подходы и, соответственно, поддержание в чистоте торговых объектов в связи с тем, что снег, слякоть – это все сопутствует. Ой, да, это немножко портит новогоднее настроение. Появляются уже вопросы на нашем портале Viber. Давайте обратим на них внимание. Меня зовут Василий. Так получилось, что немного просчитался в количестве своего урожая. Приехали внуки, пришлось отдать практически все запасы овощей и ягод. Скажите, помимо новогодних ярмарок, будут ли сельскохозяйственные или придется терпеть до весны? Проводимые ярмарки, даже те, которые будут проходить в преддверии Нового года, они все-таки подразумевают реализацию широкого ассортимента товаров, в том числе и плодовочная продукция. Поэтому я думаю, что все можно будет найти во время проведения ярмарок, которые стартуют в городе Гомеле. Они уже начинаются буквально с этих же выходных. И в других регионах они также после 15 декабря начнут уже на своих традиционных местах работу именно вот эти ярмарки. Овощи и ягоды можно будет там тоже приобрести. Есть название магазина в следующем сообщении. Наверное, не буду называть, потому что для многих объектов это свойственно. Почему нужно стоять в каждую очередь отдельно, чтобы купить продукты разного наименования? Пора уже что-то придумать с этой системой, как вы считаете. Есть такое в некоторых объектах. Не очень удобно для покупателя. Почему торговые точки принимают такое решение, так организовать свой зал? Это, конечно, выбор собственника торгового объекта в формат торговли. То есть это может быть, конечно же, и традиционная торговля, торговля самообслуживания и какие-то другие форматы. Бывают комбинированные. Поэтому в данном случае, я тоже думаю, у нас будет возможность узнать, какой это конкретный торговый объект. Мы обратим внимание, просто порекомендуем собственнику с учетом пожеланий покупателям обратить внимание на создание более комфортных, удобных условий. Ваши сообщения будут переданы в конкретный торговый объект. В зимнем городке на площади Ленина в прошлом году явно не хватало горячих напитков и вкусной еды. Неплохо было бы провести там зимний гастрофест. На мой взгляд, прекрасная идея. Как вы к этому относитесь? Любой формат каких-то проведения мероприятий, связанных с удовлетворением спроса потребителей, мы приемлем. И я думаю, что аналогичную просьбу мы передадим по назначению нашим соответствующим службам, для того, чтобы внесли предложение по организации каких-то объектов, для того, чтобы пребывание на елке на центральной, и там с детьми, семьи пребывают, было наиболее комфортно. Да, иногда чай и пирожок это бесценно на морозе-то. Есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сожлобина. Мы живем по улице Ленинградской. У нас закрыли уже 4 месяца как магазин. У нас магазины очень далеко, на базар тоже. У нас здесь живут, у нас здесь 6 или 7 трехэтажных домов, одна пятиэтажка, за переездом здесь, 3 дома, больницы, реабилитационный центр рядом. И у нас нет этого магазина. Нам нужно ездить в горы. Здесь очень живут старые, почти все старые люди. Да, мамы получали уже давно. Все пожилые. Кто с палочками, кто инвалид, кто какой. Да, понимаем ваше волнение. Конечно, в такой ситуации нужен объект шаговой доступности. Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона. И я думаю, что специалисты управления свяжутся. Да, я знаю ситуацию по этому объекту. Буквально на следующей неделе будет принято соответствующее решение. И я думаю, что уже в кратчайшие сроки будет организована работа объекта. Ну, есть такой вопрос. Сколько потерпеть нужно? Это уже будет зависеть от того собственника, который туда придет работать. Сейчас предлагаю, поскольку время у нас летит сегодня просто молниеносно, в таком блиц-формате, Александр Васильевич, по Новому году и по актуальным вопросам. А когда в этом году стартуют елочные базары? Елочные базары у нас начинаются с 21 декабря. У нас на сегодняшний день в области будут работать 35 площадок, в том числе 14 в городе Гомеля. Что можно будет купить? Ну, понятно, елки. Цены на елки. Традиционно ели. Ели, которые у нас будут идти до 1 метра, это порядка 8 рублей будет составлять. От 1 метра это уже будет от 10 рублей. Ну, и, соответственно, больше 2 метров это уже от 14 рублей. И традиционно можно будет купить от 25 рублей ориентировочная цена. Это еле в катках. Управление торговли подсчитало, во сколько в среднем обойдется новогодний стол? Ну, я думаю, сложно, наверное, сказать. Но если брать усредненно, проводили мы такую работу. То есть, если с напитками, соответствующие накрытия, какие-то традиционные, то, что приобретается именно к столу, то где-то от 100 рублей, и, ну, это уже в зависимости от вкуса, но от 100 рублей... Ну, это очень скромный, очень скромный банкет. Ну, это уже будет неплохой праздничный стол. А столик в кафе или в ресторане во сколько обойдется к Новому году? Снова же, зависит от объекта, зависит от заказа. Но в среднем на сегодняшний день, по той информации, которая у нас есть по объектам, от 25 до 90 рублей. За человека? Да. Ну, не за чек, да? А новогодний корпоратив за 25 рублей, ну, наверное, нереально. Ну, это зависит от вкусов и предпочтений. Ведь на сегодняшний день это каждый будет по своему же кошельку и по желаниям смотреть. Сколько стоит нарядить елку новогоднюю? Елку аналогично. От 8 до 80 рублей, это в среднем, наверное, в зависимости от размера ели и комплекта. Шары, мишура, еще какие-то гирлянды. От этого и будет зависеть. Сколько шампанского выпивают жители Гомельской области в новогоднюю ночь? Знаете, сколько в эти дни около продают бутылок? Ну, так рассчитывали, это порядка 300 тысяч бутылок. Интересная цифра. Спасибо. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышим вас. Да, меня зовут Ирина. Я живу на аэродроме. Вот насколько я знаю, что сейчас все интересуются здоровым образом жизни. Меня, честно говоря, удивляет, вот я хотела узнать мнение вашего гостя, значит, о том, что в районе аэродрома находится 5 ларьков с названием «Табакерка». То есть мы боремся за то, чтобы меньше люди курили, так сказать. И я вот тут очень сильно удивляюсь. Я понимаю ваше удивление, ваше волнение. Ну, никаких, собственно, изображений на ларьках на этих нет, но именно само их наличие иногда людей нервирует, потому что немножко как бы идет в разрез с политикой здорового образа жизни. Ну, на сегодняшний день это в рамках реализации институционного проекта. Я думаю, что многие зрители должны были видеть, слышать это. Рассматривался такой вопрос. И если говорить, да, то, что касается запретов, ограничений, на сегодняшний день реализация табачных изделий, она не подразумевает именно вот какую-то пропаганду. Это пока обезличенные объекты, в которых и не будет видно, что это просто название, оно такое своеобразное, так скажем. Поэтому... Да, это, в конце концов, не реклама. И само их появление свидетельство того, что есть спрос. Если бы было невыгодно, никто бы их не ставил. Значит, есть спрос, и это вопрос самого общества. Тут запретительные какие-то меры, к сожалению, не работают. Важно, чтобы не продавались эти изделия несовершеннолетним. Это у нас запрещено законом, поэтому это будет категорически. Но реализация в торговых объектах или в неторговых объектах, в тех же киосках «Союз Печати» на сегодняшний день. Ну, это аналогично. Да, тут, к сожалению, ларек не виноват. Или в «Союз Печати», или в магазине, или в специализированном ларьке человек приобретет сигареты. Ну, и в конце концов, законом не запрещено. Есть право у курящих людей. Никаких ограничений по их размещению нет. Хорошо. Стоит ли рассчитывать на скидки к Новому году? Потому что люди делятся на две категории. Кто-то закупается за месяц вперед и оставляет. Вот это вот такое традиционное «не трогайте» на Новый год. А кто-то в последний момент все предпочитает делать. Прямо 31-го. За несколько часов до обоих курантов ищет по всему городу шампанское. Стоит ли рассчитывать на скидки? Ну, вообще, я думаю, что наши уже все покупатели и наши жители привыкли к тому, что постоянно есть предложения каких-то акций, каких-то специальных вот именно скидочных мероприятий. Поэтому они были, есть и будут. Хорошее дело. Назовут ли «черным»? Что вы думаете о «Черной пятнице»? Александр Иосифович, мы поинтересовались мнением гомельчан. Я не считаю, что это совсем честно. Потому что бывают случаи, что я попадалась на такое, что повысят цену накануне, а потом понизят в «Черную пятницу». И потом, я думаю, все, что делается в спешке, не всегда правильно. Потому что, когда объявляют «Черную пятницу» и 70% скидок, то у некоторых просто глаза загораются и уже остальное не интересует. Я советую, наверное, прийти заранее, посмотреть цены, притяниться, выбрать, а потом уже идти покупать на скидках. Потому что некоторые, конечно, обманывают. Но вот надо знать реальную цену вещи. Это удобно, выгодно и честно. Потому что являюсь представителем одного из торговых центров города Гомеля. Это действительно предприниматели делают не накидки, скидки, а действительно это идет, ну, может быть, для увеличения продаж, а может, просто для увеличения, так сказать, прибыли предпринимателей. Ну, это действительно, честно, скидки реальные. У меня большей частью жена этим занимается. Ну, вообще, я считаю, что это выгодно. При наличии, естественно, денег. Потому что можно найти что-то такое, ну, естественно, подешевле. Это не совсем верное принятие решения для семейного бюджета, потому что покупаешь в рог то, что тебе сверх на данный момент. Потому что ты руководствуешься скидкой, что вот дешевле, берешь больше. И по итогу бюджета тратится на этих скидках больше, чем если бы ты покупал определенное количество данного товара, не закупая его впрок. Ничего не могу сказать именно поэтому, потому как абсолютно не интересуюсь и не изучаю спрос именно вот в «Черную пятницу». Скидки «Черной пятницы». Наверное, для кого-то это развлечение, потому что люди семьями выходят, смотрят. Многие до этого цены узнают, потом сравнивают их. Где-то действительно скидки есть. И даже когда приходишь и в субботу в эти торговые какие-то точки, то есть тоже скидки делают. А, вчера была пятница, сегодня, да, мне так сделали скидку 20%. Хотя я пришла в субботу, а не в пятницу. Поэтому если это делается, наверняка это кому-то нужно. Я так думаю, что все-таки где-то скидки есть. И дотошные такие покупатели, они найдут. И выгодно для себя купят товар. Продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о торговле. И у нас дожидается на линии очередной наш телезритель. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. У меня вот такой вопрос к вам. Я живу в Новобелевском районе, в районе Кристалла. Алло. Мы вас слышим, вы не прерывайтесь, говорите. Ну, я живу в районе Кристалла. Вот в нашем районе здесь нет ни одного магазина Евроопта. Хоть бы сделали какой-то отдел один или что-то. Не хватает вам, да? Ну, а что не хватает? Не хватает. А другой магазин у вас есть? Или вы почему хотите иметь? Есть много здесь магазинов. Ну, обычно ходят там, покупают вещи. Потом какие-то выиграют автомобили, квартиры. И в Минске вот это вот, понимаете, как это называется. Да, понимаю. Спасибо большое за звонок, Александр Иосифович. Будет ли магазин этой торговой сети в Новобелевске? Каждый субъект торговли, он самостоятельно определяет расположение своих объектов. На сегодняшний день при наличии возможностей и отсутствии ограничений, которые связаны именно с законодательством по развитию отдельных торговых сетей и количество их объектов, их доли на рынке, я думаю, что будет такой вопрос рассмотрен. Мы дополнительно проработаем. Снова же, если есть контакты, то мы просто дополнительно разъясним, если будет, то в какие сроки и какой объект. Оставьте номер телефона ваш, пожалуйста, нашим редакторам. Есть для того, чтобы обсудить увиденное в вопросе, как раз в эту тему у нас есть сообщение на Вайбере. Магазины, предлагающие суперскидки, обычно делают и супернадбавки. Обычно за ночь меняют все цены. Кто регулирует данный процесс? На самом деле, силой неимоверно обладает это волшебное слово скидки, но как разглядеть, что за ценником, это выгодное предложение или это маркетинговый ход, непонятно. Регулируется ли этот процесс, Александр Васильевич? Значит, то, что касается порядка установления цен, на сегодняшний день все субъекты устанавливают их самостоятельно, то есть у нас нет какого-то регулирования, за исключением только нескольких товарных групп, ну, это сахар и вина, и алкогольные напитки, ряд алкогольных напитков. Поэтому по всем ценам, которые мы сегодня видим на ценниках, это самостоятельно определенные субъектом, который занимается их реализацией. Они разрабатывают соответствующие положения, которые направлены на проведение акций, скидочных вот этих мероприятий. Поэтому нужно искать потребителю в данном случае, как вот и в вопросе некоторые говорили, кто ищет, тот найдет. Но не наказывают объекты торговли, если... Это на самом деле сначала супернадбавка, а потом суперскидка, а, в общем-то, цена этого товара не меняется никак. Нет. Такого инструмента нет. И, в общем-то, все это отдается исключительно на откуп... На откуп покупателей, поскольку это гражданская правовая сделка, физического лица и того субъекта, который реализует. Поэтому никто не заставляет покупать. Это право и выбор покупателям. А как делаете вы, Александр Иосифович? Покупки? Как вы поступаете? Да, как вы делаете покупки? Вы... Самое главное просто определиться, что ты хочешь приобрести. Ведь зачастую многие пытаются реализовать так импульсный спрос. То есть, да, в погоне за мнимой какой-то выгодой. И она бывает иногда реальная. Но если это не сформировавшийся спрос, то есть мне сейчас вот необходима определенная вещь, и я ее буду искать на определенных условиях, это одно. Но когда бежать и просто увидев о том, что идет якобы снижение цены, но это может быть и на самом деле хорошее снижение цены, это большая часть, точнее даже не больше, практически все акции, они все-таки в самом деле подразумевают предоставление этой скидки. Но человек должен понимать, надо это ему или нет, или просто мнимая выгода. Ну, мимо этого очень сложно пройти, особенно представителям прекрасного пола, если есть скидка, то пускай лучше будет впрок. Хотя, может быть, и не нужно, и больше денег оставляешь в итоге. Есть вопрос на Вайбере. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, будут ли какие-то акции в преддверии Нового года для многодетных семей? Ну, такой отдельной категории у нас нет, но отдельные социальные категории, для которых предоставляются различные ценовые предложения по предоставлению пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида, участникам Великой Отечественной войны, такие у нас есть. Это необходимо уточнять непосредственно в самих объектах. Обращайте внимание на информационные стенды. Вопрос, который всегда мы с вами обсуждаем, когда встречаемся каждый год, будут ли появляться новые объекты торговые в регионе и где? Что сейчас в планах? Конечно же, развитие идет постоянно. Только за вот этот период текущего года у нас приросла сеть в области более чем на тысячу объектов. Это различные форматы. Большую часть, конечно, я думаю, что наших зрителей интересует именно открытие, развитие таких крупных объектов. И в рамках инвестиционных проектов у нас 10 на 2019 год таких объектов должно открыться. Это как и в наших регионах, так и в городе Гомеле. Я думаю, что, наверное, из знаковых многие ждут открытия объекта. Это Макдональдс, который у нас в 2019 году должен появиться. Работы активно ведутся. Также появится объект, но это уже 2020 год, на месте привокзального рынка, который был, который движение уже многие, я думаю, видят, что уже площадка эта свободна. Также будут объекты открыты крупные, достаточно интересные в городе Мозыре, Брагине появятся, в Корме новые объекты. Поэтому это постоянно идущая работа, которая идет. И в первую очередь, конечно же, я хочу отметить, что заинтересованность и у наших и сетей, и малого бизнеса, и среднего бизнеса к открытию новых объектов, она есть на сегодняшний день. А что касается объектов общественного питания, будут ли они открываться? Ну, объекты общественного питания, они также открываются, в зависимости от спроса. Я думаю, что наиболее заметна эта тенденция непосредственно в городе Гомеле, в крупных населенных пунктах. Ну, а там, где уже поменьше населенные пункты, это уже в зависимости от того, как будет бизнес заинтересован, как будет спрос. Александр Васильевич, а вы знаете, какие объекты какой ориентации пользуются наибольшей популярностью? Какую кухню предпочитают жители региона? Итальянскую, белорусскую, японскую, может быть, или фастфуд? Потому что сейчас, мне кажется, что именно предприниматели на это делают ставку этих объектов. Ну, как мне кажется, появляется больше всего. Да, правильно вы заметили. На самом деле, предпочтения, снова же возвращаясь к украшениям, у каждого свои. Я так замечаю, что наиболее характерно для наших потребителей, это именно наличие выбора. Ведь каждый что-то выберет свое, и он любит нас попробовать и одно, и второе, и третье. Поэтому особых предпочтений я бы, наверное, не отметил бы. А вот то, что касается развития вот этой культуры быстрого питания, то на сегодняшний день тенденция активного развития этих объектов, особенно вот в городе Гомеле, она наблюдается, есть. Ну, рынок все поставит на свои места, определит. Опять же, да, диктует свои условия, значит, есть спрос. Есть спрос, есть предложения. Да, но они тоже развиваются. И, в общем-то, придраться к вкусовым качествам, как правило, нельзя, это было бы несправедливо. Есть еще один вопрос. Здравствуйте, будут ли скидки на мясные изделия? Вот как раз с них, собственно, начали. Первый, по-моему, был у нас звонок такой. Этим, наверное, и закончим. Скидки на мясные изделия, да. Ответ простой. В каждом конкретном торговом объекте необходимо будет смотреть и на разные, это, ну, даже мясо, оно различное бывает, различная цена. И плюс, обращайте внимание, в ряде объектов есть, когда по времени реализации, то есть после определенного времени устанавливается снижение цены на отдельные виды продукции. Вообще, к Новому году они, наверное, все-таки будут повсеместно, и все объекты в наибольшем обороте заинтересованы, поэтому думаю, что скидки будут. Одна минута остается до окончания программы. В чем секрет успеха ярмарок? Сколько тонн сельхозпродукции продали осенью? Ну, я в тоннах вам не скажу, но проведено достаточно большое количество ярмарочных мероприятий. На сегодняшний день мы просто отмечаем, что они по-прежнему пользуются спросом у наших граждан, поэтому их проведение будет, практика продолжена, и весь ассортимент, который востребован, он по-прежнему будет представлен в наших ярмарочных мероприятиях. Ну, вот мероприятие, которое никак свою репутацию не испортило за все время, на самом деле, и с какого-то сезона, а стало круглогодичным, и так очень хорошо воспринято и поддержано. Только с уклонами у нас это и весенние, и к школьному сезону, и новогодние. Ну, а сейчас главная тема Новый год. Александр Иосифович, спасибо огромное за сегодняшний эфир. Спасибо. Начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского областполкома Александр Качан был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши звонки, и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова